Привет от котлет, автор Евгения Малинкина. Так-так-так-так-так, друзья уже сидели перед подъездом, где жил страус, а Тузик все твердил это свое так-так-так-так-так, будто во сне. Тунгус помахал лапами перед глазами Тузика. Кажется, я понял, в чем тут дело, очнулся Тузик. Знаешь, зачем лохматому директору понадобилось скрасть сказочные котлеты Афанасия? Чтобы пообедать? Нет, он хочет раскрыть секрет их приготовления, поэтому истощил котлеты из ресторана, чтобы рассмотреть дома под микроскопом. А для чего ему раскрывать секрет сказочной котлеты? Ведь он самый главный во вселенной котлет. Тунгус, ну как ты не догадываешься, чтобы поэт-фокусник, позавтракав его котлеты, написал хвалебные стихи. Может быть, он после такого вкусного завтрака даже не захочет давать представления в сказке и останется на обед здесь, с ужасом предположил Тунгус. Бедный, бедный Афанасий, Тузику стало очень жалко доброго пора. Это называется конкуренция. И не градиенты, конкуренция. Откуда ты знаешь столько сложных слов? Тузик не успел ответить, как с балкона друзей окликнул лево. Эй, друзья, четыре лапа, сюда идти, чтобы показать вам родной бабушку удивиться. Зачем нам удивлять родную бабушку? Не понял Туз. Ты пушистый недотеп, у меня вот что есть. В другой раз Тузик показал бы этому коту, кто из них пушистый недотеп. Но не сейчас. В лапе у Лео друзья увидели зеленый медальон страуса. Где твоя это взять? Поинтересовался Тунгус, не заметив, что перешел на иностранный язык. Кот подмигнул, поднял лапу, повертел в ней медальон и сказал, моя сейчас спустится к вам. Пока Лео спускался, Тунгус и Тузик, не мигая, смотрели на входную дверь, из которой должен был появиться кот. Тузика в это время мучила зависть. Туз жалел, что это не он нашел медальон. А Тунгус думал, почему входная дверь называется входной, даже когда из нее выходишь. Было бы так, входишь, входная, выходишь, выходная. Хотя, подумалось Тунгусу, выходная дверь должна была быть посимпатичнее, все-таки она выходная. Лео вышел из выходной двери, все так же крутя в лапах медальон. Этот зеленый предмет искать ваш страус? Этот, этот, где ты его взял? Моя, сейчас вам все рассказать. Только вы мою не торопить, а то моя сбиваться и путать. Ну так рассказывай же. Адела было так. Баба Степ стирать. Степанида Линчна, что ли? Лео неодобрительно посмотрел на Тузика. Да, так, баб Степ стирать, демкины джинсы и повесить их сушить на балкон. Я в это время спать, мне что-то упасть на голову. Моя сначала рассердится, но вдруг повидать этот зеленый штучек и в моей голове все переяснится. Ты понимаешь, о чем он говорит? Спросил Туз Тунгуса. Почти, ответил пес. Продолжай скорее. В моей голове прояснить, что это быть не краж, а судьба негодяйка. Злодейка машинально поправил Тузик. Что? Судьба злодейка, пояснил Туз. Неважно теперь. Димка вчера нашел этот зеленый штучек, положить в карман, а вынуть из карман забыть. Степа, баба, карманы не проверить. И постирать на балкон, повесить, сушить медальон, меня по голове прояснить обстановка. Так твоя хочет сказать, что медальон Степанида Линчна постирала вместе с демкиными джинсами? Ой, кошмар, а что же стало с бабушкиной челкой? Зачем здесь челка бабы Степы? Где? Насторожился Тунгус. Здесь, сам сказать. Тьфу, да не бабы Степаниды, а челка с трусиной бабушки. Что стреслось с этим челком? Ну как ты не понимаешь, ее постирала Степанида Линчна. Нет, твоя не понимать сама. Степка постирает джинсы и зеленые штучки. Степа не собирается стирать челка с трусиной баб. Я с ума с ним сойду или разучусь разговаривать, проворчал Тунгус. В этот зеленый штучек лежала челка с трусиной бабушки. Вся щедра. Зачем вся? Кусочек. А кто зачем ее туда положить? Бабушкой положить. На память внуку Страусу о себе. Она же на дачу уехала, а Страус, чтобы не скучать по бабушке, на ее челку время от времени поглядывает. Впервые услышав душощипательную историю медальона, Лео так растрогался, что у него защипало в носу. Он сорвал листок подорожника и громко высморкался. «Поюсь, что Степкин автомат испортил бабушкин челк». «Илинично стреляла по медальону из автомата?» – удивился Тунгус, на секунду представив себе вооруженную до зубов Степанину Ильиничну. «Стиральная машина работает автоматически, называется автомат», – пояснил Туз. «Надо поскорее открыть медальон и посмотреть, что случилось с челкой во время стирки». Лео осторожно раскрыл медальон, оттуда на асфальт шлепнулся мокрый комок шерсти. «Фу, челку нужно сушить». Тузик аккуратно потрогал палочкой то, что осталось от бабушкиной челки. «Надо разложить ее на солнышке на газете, только так, чтобы Страус не увидел раньше времени, а то расстроится». «Давайте я взять челку и разложить на свежей прессе на свой балкон». «Почему обязательно на свежую прессу? Можно и старую газетку подложить». «В нашем доме весь пресс только свежий», – гордо произнес Лео. И чуть тише добавил, остальное дымка с дачи вчера в школьный макулатур. Лео завернул мокрую челку в чистый лист дорожника и торжественно понес его на свой балкон. «Все-таки я не понимаю, при чем здесь котлеты?» – внезапно вспомнил окражу Дунгус. Тузик, который из-за радостных событий совсем забыл о недавнем приключении, непонимающе посмотрел на друга. «Котлеты?» «Ну да, как связаны котлеты и медальон?» «Котлеты?» «Как я мог забыть?» «Они, конечно же, никак не связаны с медальоном. Котлеты отдельно, медальон отдельно. Медальон-то нашелся, а вот котлеты нужно спасать». «Необходимо обо всем рассказать Лео и Страусу. Вместе мы что-нибудь придумаем», – предложил Дунгус. «Надеюсь, мы не потеряем много времени», – согласился Тузик. «Лео старательно разложил мокрую челку бабушки Страуса на газетном листе и улегся рядом для надежности. На глаза ему попалась фотография. Кота, у которого не было шерсти. Совсем не было. Внизу под фотографией стояла подпись. Умевший читать по слогам, кот прочел. «Кот Сфинкс!» – назвали Горемыку. «Как должно быть трудно жить с таким именем?» – пожалел кота Лео. Однако кот на снимке выглядел вполне довольной жизнью. Да и взгляд у голого сфинкса был скорее нагловатым, чем смущенным. «У котика звездные болезни», – подумал Лео и перестал переживать за бесстыдника. Пока Лео рассматривал фотографию странного кота, клочок челки высох. Расхихикавшийся над забавной картинкой кот не заметил, как от бабушкиной челки осталось всего пара шерстинок. Челка от хихикания разлетелась далеко за пределы балкона. Когда же Лео читал слово «Сфинкс», старательно выдувая букву «Ф», оставшаяся часть челки также покинула балкон. Лео заметил исчезновение челки только тогда, когда ничего уже нельзя было поделать. Сначала кот решил ничего не рассказывать Тузу и Тунгусу. Просто постричь одуванчик и подложить вместо пушистой челки бабушки страуса медальон. Но помня правило о том, что все тайное рано или поздно становится явным, обманывать не стал. С хмурым видом Лео спустился во двор к друзьям. Чтобы сообщить неприятное известие о полном улетучивании бабушкиной челки. Тузик и Тунгус не заметили мрачного настроения Лео. Друзья очень обрадовались появлению интуриста. Им хотелось поскорее рассказать о поэте фокуснике. Оказалось, что о гастролях фокусника Лео узнал. Видел у подъезда афишу. Узнав о пропаже сказочной котлеты, Лео с готовностью согласился спасать сказочный рецепт. «Только сначала нужно вернуть медальон и поговорить со страусом. Осталось совсем чуть-чуть, и челка будет лежать в медальоне, а медальон висит на шее у страуса», — сказал Тузик. «Лео, где бабушкина челка?» Лео смутился и забормотал. «Пока я рассматривать голый сфинкс, челк лететь в дальний край». Что-то я не понял. «Что тут непонятного?» Отправил он бабушкину челку куда-то в Египет. Рассердился тоже ничего не понявший Тузик. «Может, и в Египет полетать?» — пожал плечами мрачный Лео. «В свежей прессе был фотоснимка, совсем голый котик. Сфинкс называться. Я хихикать, потом еще хихикать. А когда смотреть на челка, челка уже улететь с балкона. Прошапить я, челка, прошапить». «Прошляпить», — автоматически поправил Тузик Лео. «А точнее, прохихикать», — проворчал Тунгус. «Что будем делать?» — спросил Тузик. «Пингвину понятно, что сейчас челку уже не собрать». «Стричь одуванчик?» — робко поинтересовался Лео. «Сиди уж, одуванчик стриженный, ты свою миссию выполнил», — едко прервал его Тузик. Лео виновато покосился на Тузика, но обижаться на стриженного одуванчика не стал, заслужил. «Знаете, как должен поступить настоящий друг?» — спросил Тунгус. «Настоящий друг никогда не бросает друзей в беде и всегда находит выход из неприятного положения». «Какой же выход ты нашел?» «Все очень просто. Как мы одновременно поможем и Лео, и Страусу?» «Как?» «Мы сострижем в медальон для Страуса нашу шерстку. И медальон цел, и коллекция пополнится новыми экземплярами». «Ты, Тунгусик, ты, Тунгусик, сам экземпляр. Зачем Страусу, скажи на милость, клочья нашей шерсти?» Тузику не очень хотелось стричься. «Это ты, наверное, потому предложил, что линяешь. Шерсть сама отваливается, даже стричь не надо». «Тем она и дорога. Скоро все потеряю, а у Страуса останется кусочек». «Ага, а после твоей смерти стоимость этой шерсти возрастет в два раза». «Это ты сейчас к чему сказал?» Гневно надвинулся Тунгус на приятеля. «Шучу, шучу», — отмахнулся Туз. «Майя пошел за ножницами?» — спросил Лео. «Иди, — вздохнул Туз. В это время госпожа Гусли сидела на кухне и пила чай с баранками. Из кладовки уже давно не слышались завывания Страуса. Значит, котик успокоился, решила хозяйка, и, убрав со стола чашку, пошла отпирать кладовку. Страус сидел на полу. Он только успел припрятать в гневе располосованный когтями портрет какого-то дяденьки с бородой. Дяденьку было жаль, но Страус пазлы собирать не умел. С невинным выражением мордочки кот встретил приход с хозяйки. Госпожа Гуслия беспокойно поглядела на Страуса, боясь обнаружить у любимца признаки бешенства. Не разглядев ничего подобного, успокоилась, взяла кота на руки и, почесывая Страуса за правым ухом, вышла из кладовки. «Ох, разодранного дядю не заметила», — подумал Страус, подставляя хозяйке левое ухо для почесывания. Хозяйка хоть и успокоилась по поводу Страусовой вменяемости, но на улицу отпускать кота не хотела. Страус остался сидеть на кухонном подоконнике, а судьба медальона была в лапах у Туза и Тунгуса. Лео быстро отыскал в кладовке у Степани Далиничной большущие садовые ножницы и вернулся к друзьям. Туз в ужасе посмотрел на ножницы. «Такими ножницами можно сразу целый парик выстричь или шубу с шапкой. А поменьше ножниц не было?» Лео пожал плечами. У Степани Далиничной он видел только такие. «Ну что, раз так, ты, Тунгус, на стрижку первый». «Нетушки, Тунгус тоже не пришел в восторг от вида садовых ножниц. Я лучше сам». У линяющего Тунгусика клок шерсти выдернулся легко. Туз линькой не страдал и стричься тоже не спешил. «Лео, твоя очередь», — проговорил Тузик. «Стричьте моя ради медальон». Лео покорно подставил свой бок. Однако стричь оказалось не так-то легко. Ножницы все время выскальзывали из лап Тузика и норовили упасть на асфальт. Тем временем кот Страус, сидя на подоконнике, сверху вниз наблюдал за происходящим на улице. Он понял, что друзья не ищут медальон, а играют в какую-то новую игру. Должно быть, ее придумал Лео. Расстроенный Страус отвернулся от окна и не увидел, как. Тузу удалось таки отстричь у Лео колочок шерсти. «Чудненько! Надо подумать о карьере парикмахера», — сказал Туз. «Ты лучше подумай о карьере подстриженного», — хмыкнул Тунгус. Туз, выхватывая ножницы и приставляя к боку Тузика. Тузик, не ожидавший от друга такой прыти, отшатнулся. Ножницы упали Тунгусу на лапу. «А-а-а!» — взревел Тунгус. «Что ты скачешь, как бложка в сапожках? У меня теперь лапоболь страшная с подозрением на хромолапость. Тунгусик, прости. Пусть меня лучше Лео подстрижет», — попросил Тузик. Лео взял ножницы и, высунув от напряжения язык, стал состригать шерсть у Туза на боку. Пес держался, чтобы не двинуться. Хотел избежать лапоболи и хромолапости. А самое главное, об этом Тузик старался даже не думать, обойтись без в боку дыркости. Лео стрик долго. В итоге на боку у Тузика образовалась плеша в виде цветочка. «Хм, симпатично!» — захихикал Тунгус, у которого к этому времени перестала болеть лапа. Друзья сложили в медальон отстриженные клочки шерсти. Медальон, набитый до отказа, захлопнулся с трудом. «Осталось передать медальон растеряшке Страусу», — сказал Тунгус. «Кстати, где он? Что-то я давно его не видел». «Ой!» — Тунгус вспомнил о своей последней встрече с котом. «Мне кажется, что Страус заболел». «Как?» — воскликнул Тунгус. «Почему?» — или просто сошел с ума. «Да что случилось-то?» «Когда я его видел в последний раз...» «Почему в последний?» «Не перебивай!» «Когда я видел в последний раз Страуса, он страшно выл. У него были вот такенные!» Туз развел широко лапой глаза. «Кокенные, кокенные?» — переспросил Тунгусик. Внезапно пришедший на шепот. «Вот такенные!» Туз развел лапы еще шире и для убедительности сам выпучил глаза. Впечатленный увиденным, Тунгус на секунду потерял дар речи. Тишину прервал голос Лео. «Баша ненормальная и больная, на подоконник сидеть почти час как...» Тунгус и Тузик, как по команде, посмотрели в сторону окон Страуса. «Почему ж ты раньше не сказал? Он же видел, как мы состригали шерсть. Сюрприза не будет». «Будет сюрприза! Кот на нас не смотреть, если только у него глазов нету на затылку». «Ура!» «А почему он смотрит не на улицу, а наоборот?» Тут же забеспокоился по новому поводу Тунгус. «Он в кухне рыба караулить!» Сознанием дела сказал Лео. «Надо его позвать!» «Страус, страус, страус!» Зарали жуткими голосами друзья. Перепуганная стая воробьев вспоркнула с кленом. «Что это они так раскричались?» Поворчал Страус, с неохотой поворачиваясь в сторону окна. Госпожа Гусли, услышав Лео, мяуканье, тоже выглянула в окно. «Как хорошо, что Штраус дома, а не с этими хулиганами!» Подумала она. И на всякий случай закрыла форточку. На дворе теперь разыгрывалась интересная пантомима. То есть представление без слов. Что кричали друзья, Страус не расслышал. Тунгус, чтобы докричаться до Страуса, решил встать повыше. Для чего придумал залезть на голову Тузику. Тузик, нестерпевший такого отношения, встряхнул Тунгуса с головы и случайно ткнул ему лапой в нос. Тунгус дал сдачи, но попал по уху Лео. Лео истошно замяукал, внезапно оказавшись в центре раздачи оплеуха. Дружеская потасовка прекратилась, так же неожиданно, как и началась. Друзья ошарашенно смотрели друг на друга. «Мир?» – спросил Туз. «Мир!» – ответил Тунгус. «Мир, мир!» – сказал Лео и зачем-то поднял лапой вверх. Надо ли говорить о том, что Страус из этой пантомимы ничего не понял? Поэтому ему очень захотелось скорее спуститься вниз и узнать, что же все это значит. Милости от хозяйки ждать не приходилось. Похоже, хозяйка не собиралась пока выпускать его на улицу, и все же выход был. Балконную дверь никто не закрывал. Страус, не торопясь, отвернулся от окна и спрыгнул с подоконника. Делая вид, что его совсем не интересует происходящее на улице, Страус походил по кухне, зашел в гостиную, потом в спальню, из спальни выбрался на балкон, а дальнейшее было делом техники. Как следует прицелившись, Страус грациозно перелетел с балкона на березу и благополучно спустился с дерева на землю. Зажагал друзья. Увидев Страуса, друзья обрадовались, заулыбались, замахали хвостами и замурлыкали. «Нет слов, как мы рады тебя видеть, дорогой Страус!» – приветственно произнес Тузик. «Спасибо, я тоже рад вас видеть!» – искренне ответил кот. «У нас для тебя есть сюрпризы!» – сказал пес. А тунгус достал из-за спины медальон. «Ой, медальон!» – Страус схватил пропажу и прижал ее к сердцу. «Друзья мои, у меня нет слов, как я вам благодарен, что вы нашли мой медальон!» К ликованию кота не было границ. Смущенные и радостные друзья приплясывали рядышком со Страусом, и никто не хотел первым признаться, что в медальоне теперь лежит другая начинка. Тут Страус сам что-то вспомнил. «А почему ты сказал сюрпризы? Это еще не все?» «Не все, понимаешь, челка твоей бабушки теперь не лежит в медальоне. Мы ее потеряли». «А что там лежит?» «Там лежит дружеский привет от нас!» «Шерсть наша!» – пояснил тунгус. «Дружеская!» «Только бы не упасть в омрак!» – пробормотал про себя Страус. «Шерсть, дружба, мир!» – провозгласил Лео и опять зачем-то поднял лапой вверх. «Отныне и навсегда мы неразлучны!» – жизнерадостно вторил Лео Тунгус. «Дружеский привет!» – не отставал от друзей Тузик. «Спасибо, это настоящий сюрприз!» – наконец нашелся Страус. «Друзья, у нас еще есть сюрприз!» – не унимался Тунгус. «Еще?» – с тревогой переспросил Страус. «Вы что-то еще туда положили?» Он показал на медальон. «Нет, медальон тут ни при чем!» – сказал Тузик. «Все дело в котлетах повара Афанасия». И друзья поведали Страусу историю кражи котлет из ресторана «Сказка». «Лохматый директор решил приготовить сказочные котлеты для поэта-фокусника», – сказал Страус. «А что, котлеты действительно такие вкусные?» «Сказочно вкусные!» Ему удалось рассмотреть, из чего приготовлена котлета. «Удалось, я уверен!» Узнал рецепт и очень быстро побежал в котлетную. Не терпелось настряпать вкусных котлет. «Кстати, Страус, ты знаком с соседями из тринадцатой квартиры? Знаешь, кто там живет?» «Тринадцатый живет дядя Паша нюхач, у него нюх, как у кота. Обычно говорят, как у собаки, – обиженно возразил Туз. Ну, или как у собаки. И что же он обнюхивает? Дядя Паша нюхает всякие цветочки, лепесточки. Духи изобретает. Работа у него такая, ароматы сочинять. Только дома его носу тоже цены нет. Вот, например, в прошлую субботу он помог хозяйке найти две банки яблочного варенья для пирога. И где же она их потеряла? На кухне, конечно. Удивительная история. Я понял, – воскликнул Тузик. Лохматый директор бегал в тринадцатую квартиру не рассматривать котлету, а разнюхивать. Дядя Паша наверняка легко разнюхал сказочный рецепт, приунул Страус. Но зачем он помогал вору? Может быть, дядя Паша и не подозревал, что лохматый вор, – предположил Тузик. Значит, теперь вор точно знает, из чего сделаны котлеты. Скорее всего, так. «Кто об этом сказать повар Афанасий?» – подал голос до этого молчащий Лео. «Как ему расскажешь, если человек у нас не понять?» Можно Афанасий не говорить, а Афанасий написать. «Лео, ты гений!» «Мы напишем Афанасию записку». «Кто это мы?» – поинтересовался Страус. «Положим, я умею читать, но это вовсе не означает, что я умею писать. Писать я никогда не пробовала». Тогда Лео напишет. «Лео, ты ведь сможешь написать записку Афанасию?» «Сможешь!» – тут же согласился Лео. «Ну вот и хорошо, Лео напишет записку и отнесет ее Афанасию. А мы не будем сидеть, сложа лапой, и попробуем помешать вору приготовить котлеты». Страус, Тунгус и Тузик направились во вселенную котлет, чтобы помешать нехорошему директору приготовить сказочные котлеты. А Лео остался сочинять записку для повара Афанасия. Что напишет в послании, кот пока не придумал. В жизни Лео было всего два случая, когда ему приходилось писать слова. Первый – когда он случайно смахнул хвостом любимую вазочку Степанида Ильиничной и, струтив, решил свалить всю вину на Димку. Записку «Бабулька, прости, много разов!» внюк. Степанида Ильинична до сих пор хранила в шкатулке с бусами, как драгоценность. Видимо, это был единственный раз, когда внук Димка сознался в своем проступном. Расстроганная бабушка Степанида даже не обратила внимания, что записка появилась в то время, когда Димка уже две недели как отдыхал в спортивном лагере. Второй раз кот решил нацарапать несколько слов, когда Степанида Ильинична собиралась в магазин и составляла список необходимых покупок. Как только хозяйка вышла из кухни, Лео подобрался к списку, зачеркнул пункт «Молоко для кота» и приписал «Сливач кав для котика». На письменном столе Димки Лео нашел большой альбомный лист. Правда, с одной стороны листа было что-то нарисовано, но другая сторона оставалась чистой. Пыхтя и с трудом сжимая в пасти оранжевый карандаш, Лео принялся выводить слова. Чистая сторона быстро закончилась и осталось совсем немного места для подписи. Сначала Лео нацарапал только свое имя, потом подумал, что это будет несправедливо по отношению к друзьям и втиснул имена страуса, тузика и тунгуса в оставшийся клочок чистой бумаги. Затем Лео сложил листок пополам и понес записку к ресторану «Сказка». Обойдя ресторан «Сказка», Лео быстро отыскал открытое окно кухни и запрыгнул на подоконник. На кухне кипела, бурчала, булькала и фырчала вкуснятина. Повар Афанасий стоял спиной к окну и что-то помешивал на плите. Лео положил послание в небольшую кастрюльку, стоявшую на столе возле окна. И, довольный тем, что ему удалось так быстро и ловко выполнить поручение друзей, спрыгнул с подоконника на землю. Повар Афанасий в этот момент собирался делать соус и обернулся, чтобы взять приготовленную кастрюльку со стола под окном. В ней он неожиданно обнаружил картину, на которой был нарисован маленький бурсучок. Под бурсучком стояла подпись «Служебная овчарка Рекс». Афанасий тотчас догадался, что картина попала на кухню через окно. Он выглянул на улицу, но никого, кроме белого пушистого кота в красной жилетке, во дворе не увидел. Повар недоуменно пожал плечами и снова повертел в руках картину с бурсучком Рексом. С оборотной стороны шедевра огромными буквами апельсинового цвета было накорябано. «Повар Афанасий шеф. Случится несчастье. Твой вкусный котлета. Обнюхать Паша и бегом испариться во вселенной. Лохматый замышлять приготовить обнюханное. С любовью ваша Лео Стратуту». Смысл записки, сообразительной Афанасий, понял сразу. Однако больше всего повара удивила подпись, стоявшая внизу. «Кто такая Лео Стратуту?» И когда она успела его полюбить, он не догадывался. О том, что сегодня в ресторане побывал директор котлетной Акакий Ложкин и в карманах плаща утащил сразу три сказочные котлеты, Афанасий знал. Повар был уверен, что Акакий Ложкин не сможет разгадать тайну сказочного рецепта полностью. Был один секрет, отгадать который не мог бы даже не то что директор, но даже министр котлетный. Поэтому шеф-повар ресторана «Сказка», отложив странное послание в сторону, никуда не побежал, а со спокойным и невозмутимым видом продолжал готовить соус. А в это время туз, тунгус и страус добрались до вселенной котлет. В отличие от Лео, друзьям не так повезло, и окно кухни котлетной не было распахнуто настиж. У входа в котлетную сидела все та же кошка. Друзья остановились возле двери и стали обсуждать, как попасть внутрь. Тузик предложил страусу войти в дверь одному, так как коту пройти в ресторан всегда легче, чем собаке. Но страус идти один почему-то отказался. И предложил пойти туда одному тузику, так как умных собак тоже легко пропускают в ресторан. Друзья еще бы долго спорили, кто должен первый зайти в ресторан, но тут кошка, сидевшая под дверью ресторана, проморлыкала. Сейчас в мур-кухне мур подвезут продукты мяу, дверь мур-мяу будет открыта, и вы сможете попасть в котлетную. — Спасибо! — ждать пришлось недолго. К ресторану подъехала машина, на которой было написано «продукты». Дверь на кухню открылась, и грузчики стали переносить коробки из машины в котлетную. — Надо надеть что-то для конспирации, — заявил Тузик. — Для чего? — не понял страус. — Для того, чтобы нас не заметили. — А если и заметили, то подумали, что мы свои, — разъяснил Туз. — Давайте наденем рукавички, и все подумают, что мы грузчики, — предложил страус. — Страус, ты думаешь, что если мы наденем рукавицы, то станем похожи на грузчиков? — спросил Тузик. — Может, капельку? Не отказывался от идеи надеть красивые желтые рукавички страус. — Нет, для конспирации нужно что-то настоящее, котлетно-кухонное. — Что надеть-то? — Тунгус осмотрелся по сторонам. — Тут только мусор и коробки. — Мы наденем коробку, — обрадовался Тузик. — Все подумают, что мы коробка, — не понял замысла Тунгус. — Да-да-да, — радостно подтвердил Тузик. — Может, все-таки рукавички, — робко попросил страус. — Нет, коробка. — Это не модно, — заупрямился кот. — Это не модно, — заупрямился кот. — Зато нас в ней никто не увидит. Тузик уже залез под большую коробку и махнул лапой Тунгусу и Страусу, чтобы забирались к нему. — Ух ты, как в домике! Тунгус явно был рад новой затее. — Темень какая, ничего не видно, даже лапа, — ворчал страус. — Сейчас мы проделаем окошечко. Тузик с силой ткнул лапой в размокший бок картонной коробки, и в ней появилась небольшая дырка. Теперь будет светло и хорошо. Однако сдвинуться с места друзья не смогли. Тузик — единственный, кто из коробки видел дверь кухни и направился к ней. Тунгус и Страус дверь не видели, поэтому пошли каждый в ту сторону, в которой они считали находиться дверь. — Вы куда? — удивился Тузик. — Ходить в коробке не умеете? — Держите меня за хвост, я буду показывать направление. Коробка еще пару раз подергалась со стороны в сторону и тихонько поползла по направлению кухонной двери. — Замрите, не двигайтесь, — прошептал Тузик. — И не дышите, — добавил пес специально для громко сопящего Страуса. Мимо прошагал грузчик. Опасность миновала. — Все, можете идти, — шепнул Туз. — Уф, — выдохнул Страус. — Фу, — выдохнул Тунгус. Коробка шустро подползла к двери. — Внимание, ступеньки, — предупредил друзей Тузик. Коробка перепелзла порог и с грохотом съехала с лестницы. — Я же сказал, ступеньки, — возмущался Тузик, потирая ушибленный бок. — Ты же не сказал, что ступеньки идут не наверх, а вниз, — заметил Страус, поправляя съехавший на спину медальон. — Могли бы догадаться, — проворчал Тузик. — Мы догадались, но было поздно, — оправдывался Тунгус. В это время дверь, ведущая из кухни на улицу, захлопнулась. Грузчики закончили свою работу. Тузика, Тунгуса и Страуса никто не заметил, так как они по ступенькам съехали в коридор и очутились за грудой составленных друг на друга коробок. Дверь из коридора в кухню была приоткрыта. На кухне горел свет и вкусно пахло. — Посмотри, там кто-нибудь есть? — шепотом спросил Тунгуса Туз. — Хорошо, — так же шепотом ответил Тунгус. Пес просунул нос в дверной проем, а на кухне никого не было. — Пусто, никого нет. — Идем. Тузик подтолкнул Страуса к двери, и они втроем застыли на пороге кухни с Леной Котлетом. — Я и не думал, что их бывает так много, — заговорил первым пришедший в себя Тузик. — Когда он успел столько наготовить? — Ужас! — простонал Страус. — На столах, на плите, на подоконнике выселись горы котлет. — Сколько же их здесь? — выговорил Тунгус. — Миллиард миллионов сорок две, не меньше, — ответил Страус. — Надо их спрятать, — воскликнул Тузик. — Если поэт-фокусник увидит здесь такую гору сказочных котлет, он не станет давать представление в ресторане у Афанасия, а останется на обед в этой котлетной. — Куда же их спрятать? — растерялся Страус. — Кругом одни котлеты. — А, мы их съедим! — предложил Тунгус. У него уже давно урчало в животе. — Чур, мои на плите! — подхватил идею Страус. И друзья, как по команде, принялись спрятать котлеты в животе. — Странное дело, — после того, как съел седьмую котлетку, — сказал Тузик. — На вкус вроде бы сказочные котлеты, а чего-то в них не хватает. — Угу, — подтвердил, не прекращая жевать Тунгус. — Что? — Угу, — не понял Тузик. — Не хватает, — вновь подтвердил Тунгус. — Киселька к ним не хватает, в сухомятку жевать сложно. — Причем тут киселек? — Что-то не так с ингредиентами, — сказал Тузик, запихивая в рот пятнадцатую котлетку. — Все, больше не могу, — подал голос сплиты Страус. — Силы на исходе. — Я тоже, — сказал Тузик, — и я, — тяжело произнес Тунгус. — Только мы и половина не спрятали. Что будем делать с этим складом продовольствия? Тузик оглядел кухню и, не найдя ничего подходящего, показал на дверь, за которой стояли коробки. — Положим все в нашу коробку. Там никто искать не будет. — А как же мы пойдем обратно? — спохватился Страус. — Что-нибудь придумаем, — отмахнулся Тунгус. — Этого-то я и боюсь, — пробурчал кот. Тузик и Тунгус выволокли на середину кухни пустую коробку и принялись складывать в нее котлеты. Объевшийся Страус сразу не смог спуститься и решил кидать котлеты в коробку, сидя на плите. Меткостью кот не отличался. Первая котлетка перелетела в коробку, ударилась о стену и сползла на пол, оставляя на стене жирный след. Вторая котлетка едва не задела Тунгуса и шлепнулась прямо за ним. Третья котлетка просвистела у Тунгуса между ушами, а четвертая, успешно перелетев в коробку, врезала с Тунгуса в лоб. — Прости! — тут же попросил прощения Страус. — Я не хотел. — Нет, ты специально в меня целился. Не захотел слушать извинения Тунгус и без предисловия метнул в кота румяной котлеткой из коробки. Котлета попала в душлаг, висевший над головой Страуса. Душлаг соскочил с гвоздя и шлепнулся на кота. — Ах ты так! — рассердился Страус! — Тогда держись! И кот запустил в Тунгуса сразу две котлеты, которые, как ни странно, одна за другой послушно упали в коробку. — Вот! — Страус гордо выпятил живот. — Попал! — Меткий какой! — ехидно заметил Тунгус, которого очень рассмешил вид Страуса в дуршлаге. — Вроде бы все, — сказал Тузик, оглядываясь по сторонам. — Все спрятали. — Страус, прыгай вниз, надо выбираться отсюда, пока директор не вернулся. Не успел Тузик это произнести, как в коридоре послышались шаги и кто-то шел на кухню. Приготовив целую тысячу поддельных котлет, Акакий Ложкин решил, что его сказочные котлеты совершенны и ничем не отличаются от котлет из ресторана «Сказка». Самую большую сочную котлетку он положил на красивое блюдо и спрятал в духовку. Когда Акакий Ложкин, а попросту лохматый директор котлетный, зашел на кухню, его взору открылась странная картина. В помещении царил ужасный беспорядок. Повсюду валялись надкусанные котлеты, а посередине кухни стояла огромная коробка. Акакий бросился к плите, открыл духовку и вздохнул с облегчением. Самая большая котлета была цела, с ней ничего не случилось. Внезапно коробка, стоявшая посередине кухни, испустила дикий вопль. От ужаса у директора волосы зашевелились на голове, и он услышал крик еще страшнее прежнего, не сразу поняв, что так жутко кричит он сам. Коробка, видимо не ожидавшая от директора ничего подобного, снова завопила и бросилась на утек. Остолбеневший на время директор, не прекращая реветь медведем, смотрел, вытрощенными от страха и удивлениями глазами, как коробка мчится полным ходом и теряет по пути котлеты. На повороте у самой двери из коробки выпал дуршлаг, после чего она скрылась в темном коридоре. У лохматого Акакия подкосились ноги, и он опустился на пол, сплошь усыпанный котлетными огрызками. Коробка вылетела в коридор и со всего размаха врезалась в стенку. Из коробки выскочили страус, тузик и тунгус. С бешеной скоростью друзья помчались мимо растерянных официантов, накрывавших столы, и выкатились наружу. Опомнились они только тогда, когда очутились в родном дворе. У той самой березы, где страус потерял медальон. На ветке березы раскачивалась ворона Карловна. «Кар-караул!» – закричала ворона при виде трех чудищ. Три чудища – тунгус, туз и страус – перепачкались в котлетном жире. Поэтому по дороге из котлетной к их шерсти прилипла трава, ветки, листья, бумажки. Затормозив около березы, друзья не могли отдышаться. Им казалось, что опасность еще не миновала, и сректор котлетной скоро их разыщет. Им не пришло в голову, что директор котлетной сам испугался не на шутку. Карловна, узнав чудищ, на всякий случай не стала спускаться с ветки и прокаркала. «Вот-то кар-кар-тина! Кар-кой-кар-мар вас укусил, что вы так кар-кар-шмарно нарядились! На кар-кар-навал собрались?» «Тузик, что это у тебя на голове? Корона?» – засмеялся тунгус. «Кар-кар-кар-она!» – радостно подхватила Карловна. На голове у тузика красовалась конструкция, отдаленно напоминающая гнездо. Пес покрутил головой, но гнездо держалось крепко. Туз сердито сбил его лапой. Но тунгуса была натянута пушистая юбочка из перьев и листьев. Страус же в кокетливой панамке из лопуха, в чертополоховых гусах, налипших на веревочку от медальона, выглядело очень забавно. «Кар-кар-кар-савцы, умора, где вы были?» – заинтересовалась Карловна. «Мы Афанасия спасали!» – ответил за всех тунгус. Друзья поведали Вороне о своих приключениях. Подоспевший Лео, услышав, что случилось в котлетной, гордо рассказал, как ловко ему удалось передать записку. Приятели были озадачены тем, что Афанасий никуда не побежал, когда прочитал записку «Остался на кухне». Уже на следующий день было назначено выступление поэта-фокусника. «Наверное, сегодня мы больше ничем не можем помочь Афанасию», – сказал туз. «Да уж, напомогались!» – проворачал Страус, выдирая из шерсти чертополох. Утро вечера мудренее прокаркала рассудительная Карловна. Все участники похода на котлетную долго не могли заснуть этой ночью. Страус ворочался на диванные подушки, ему казалось, что в его шерсти еще остались колючки чертополоха. «Поэтому елки спят стоя, чтобы не уколоться о своей иголке», – думал Страус. Тунгус сидел в песочнице на детской площадке и смотрел на луну. Луна была такая большая, что на ней пес разглядел черные пятнышки. Быть может, там на луне сидит какой-то песик-тунгус и смотрит на землю? Тунгус на всякий случай помахал лунному тунгусу лапой, и ему почудило, что пес, сидящий на луне, помахал в ответ. Тузик свернулся клубком на подстилке. По радио играла чудесная музыка, которую написал композитор Страус. Тузик слушал музыку и думал о завтрашнем выступлении поэта-фокусника и о том, что теперь делает директор Котлетный. А директор Котлетный в это время тоже не спал. Он только что от волнения проглотил последнюю сказочную котлету, даже не почувствовав ее вкуса. Вселенная котлет была заполнена людьми с микрофонами, фотоаппаратами и видеокамерами. А Акакий Ложкин, сидя на стуле посередине кухни, ищурясь от вспышек фотокамер, позировал с журналистом. На следующий день Страус проснулся от того, что хозяйке вздумалось почитать слух утреннюю газету. Даааа... Страус, вы только послушайте, что здесь пишут. Директор котлетной вселенной котлет Акакий Ложкин стал свидетелем необычайного явления. Вчера после полудня на кухню котлетной приполз неопознанный поедатель котлет с другой планеты. Для установления контакта с инопланетным существом Акакию Ложкину пришлось пожертвовать котлетами, которые существо надкусило и, сказав Ложкину спасибо, благополучно убежало на свою планету. В связи с вышеуказанными обстоятельствами, ранее объявленный завтрак поэта-фокусника в котлетной вселенной котлет отменяется. Поэт даст единственное представление – обед в ресторане сказка. Внимательно слушавший хозяйку Страус на последней фразе радостно подпрыгнул на месте. Ему не терпелось попасть во двор, чтобы поскорее рассказать обо всем друзьям. А графина Вениаминовна внимательно, из-под очков, посмотрела на котика и, не увидев его поведения никаких странностей, которые так напугали ее вчера, снова углубилась в чтение газеты. Страус воспользовался моментом и выскользнул на балкон. Тунгус и Тузик уже ждали внизу. Пока Страус спускался с березы, вызволял медальон, который зацепился за ветку, во двор вышел Лео, и все были в сборе. «Тивирп!» – при виде Страуса сказал Лео. «Кто?» – не понял Страус. «Привет тебе сказать наоборот!» – засмеялся довольный своим розыгрышем Лео. «Ну и тебе, гудмонинг!» – ответил Страус. «Кто такая есть гудмонинг?» – заинтересовался Лео. «Эх ты, а еще интурист!» – пристыдил Лео Страус. «Это доброе утро по-фински!» По-английски поправил Страуса всезнайка Туз. «Вот что значит спать рядом с работающим радиоприемником!» «Ну и пусть!» – не смутился Страус. «Я вам вот что расскажу. В сегодняшней газете написано, что лохматый директор не будет кормить поэта-фокусника, так как к нему приполз неопознанный поедатель котлеты, сгрыз все котлеты, все котлетные запасы». «Неопознанный?» – захихикал сразу сообразивший, в чем дело Тузик. «Да, поедатель!» – заскулил Тузик. «Угу! Котлеты сгрыз! Ха!» Страус тоже начал смеяться. «Ура!» – закричал Тунгус. «Ура!» – подхватил Лео. «А этот неопознанный неопасен?» – вдруг насторожился Тунгус. «Опасен? Ой, не могу!» – завыл от смеха Тузик. «Балдатый Тунгус! Это же мы неопознанные, мы поедатели!» «Мы? И я?» Тунгус все никак не мог понять, почему все смеются. «И ты!» «Так это он на нас подумал, что мы неопознанные поедатели?» И правда смешно Тунгус тоже начал хохотать. «Вы их хотите сказать, что страшный поедатель домашних котиков не кущает?» – испуганно спросил Лео. «Котиков я не ем домашних, ни диких!» – Страус начал лыкать. Тунгус захрюкала смеха. Тузик уже не мог больше хохотать и просто поскуливал. До выступления поэта-фокусника оставалось еще несколько часов. Приятели решили зря времени не тратить и найти удобный наблюдательный пункт, чтобы увидеть выступление своими глазами. Лео и Страус, конечно, могли залезть на дерево, но Тузик и Тунгус лазать по деревьям не хотели. Поэтому все решили воспользоваться балконом Страуса. Именно с него открывался прекрасный вид на ресторан «Сказка». Однако попасть на балкон – дело нелегкое, нужно применить изобретательность. Ряд ли хозяйка обрадовалась бы непрошенным гостям. Страус пробрался на балкон обычным путем. Прыгнул с березы. Так же поступил и Лео, а затем пришлось разыгрывать целый спектакль. Тунгус встал на спину Тузика и позвонил в дверной звонок. Хозяйка распахнула дверь, но никого не увидела. Она была собралась захлопнуть ее обратно, но в это время на кухне раздался грохот. Этот Страус нарочно столкнулся со стола в пустую кастрюлю. Госпожа Гусли со всех ног бросилась на кухню, позабыв об открытой двери. Стоявшие в это время за дверью Тунгус и Тузик влетели в квартиру. В прихожей их встретил Страус, который бесшумно, но очень поразительно размахивал лапами, показывая путь на балкон. «Как хорошо отсюда видно ресторан!» – порадовался Тузик, уже сидя на балконе. «Ловко мы провели Витаминовну. Одно огорчает, как отсюда выбраться, когда выступление закончится?» «Как же?» – ответил Тузик. «Страус и Лео позвонят в дверь, а я что-нибудь разобью на кухне». «Только не тарелочку в желтый горошек!» – предупредил Страус. «Это моя любимая!» Не успели приятели поудобнее рассесться на балконе, как к ресторану «Сказка» подъехал фиолетовый лимузин. Из него вышел маленький толстый дяденька во фрайке-цилиндре с фиолетовым чемоданчиком в руке. «Смотрите, поэт-фокусник!» Собравшись у входа в ресторан толпа, поклонников поэта-фокусника закричала и захлопала в ладоши. Представление должно было вот-вот начаться. На балконе Страуса был виден большой, накрытый белоснежной скатертью стол, на котором искрылись бокалы и лежало ослепительное столовое серебро. Поэт-фокусник пожал руку повару Афанасию, поклонился и, взметнув полы фрака, сел за стол. Вокруг фокусника тут же засуетились официанты, внесли блюдо, на котором возвышалась пирамида из сказочных котлет. Поэт-фокусник не притронулся к столовым приборам, лежащим на столе, а открыл свой фиолетовый чемоданчик, достал оттуда нечто похожее на вязальные спицы и принялся ими размахивать над блюдом с котлетами. Котлеты сами непостижимым образом взвертелись в воздухе и стали прыгать прямо в рот фокуснику. «Вот это да!» – с восхищением сказал Тунгус. «Мне бы так!» «Где ты возьмешь столько котлет?» – спросил Страус. «На кухне у лохматого директора», – хмыкнул Тузик. «Там теперь одни огрызки», – заметил Страус. Прежде чем попасть в рот к фокуснику, каждая котлета рисовала в воздухе затейливую фигуру. Тузик предположил, что это фигура высшего пилотажа. Спустя полчаса тарелка с котлетами, стоявшая перед фокусником, опустела. Внесли большущий стеклянный графин компотом. Официант налил напиток в пузатый бокал. Поэт-фокусник взял цилиндр и на две секунды накрыл им бокал с компотом. Когда он снова поднял цилиндр, все увидели, что бокал раскололся на две половинки, будто его рассекли ножом. Но самое удивительное произошло с компотом, который не разлился, а остался висеть в воздухе, будто все еще был налит в бокал. Поэт-фокусник вновь открыл фиолетовый чемоданчик, достал лиловую соломинку и, как ни в чем не бывало, стал из нее пить компот. Попадая в соломинку, компот переливался волшебным фиолетовым цветом. Допив компот, фокусник хлопнул в ладоши, фиолетовый чемоданчик закрылся, котлетные спицы и лиловая соломинка исчезли. «Как красиво!» Завороженно глядя на фокусника, проговорил страус. Стол опустел, представление подходило к концу. После антракта все ждали заключительного выступления поэта-фокусника, который должен был прочитать только что сочиненные стихи о ресторане сказка. Перед входом в ресторан установили микрофон и небольшую трибуну. Из-за ресторана показался поэт-фокусник, теперь на нем был фиолетовый фраг. Поэт поклонился сначала публике, потом Афанасию и произнес. «Дорогие друзья, я только что отправила в вечерний номер газеты свои стихи о ресторане сказка. Надеюсь, что Афанасий не рассердится, услышав их. Кстати, Афанасий, нельзя ли вас попросить подарить мне парочку канистр того вкусного компота, что подавался сегодня на десерт?» «Неужели ему не понравились котлеты?» – удивился Тузик. «С-с-с!» – цыкнул на него Тунгус. «Слушай!» – поэт-фокусник прочел. «В семье хранился много лет рецепт чудеснейших котлет. Сегодня в ресторане сказка я пообедал не напрасно. И, раздобыв рецепт котлет, разрушил тайну долгих лет. Чтобы заиграли вкусы краски, читал котлетам повар сказки. «Мой вам любезнейший совет – отведать сказочный котлет!» «Какие трогательные слова! Какие изумительные стихи!» – вскликнул тронутый до глубины сердца Страус, вытирая занавеской навернувшиеся на глаза слезы. «Но как он мог раскрыть тайну котлет? Ведь это секрет! Хранился в семье Афанасия много лет!» – вскликнул пораженный Тузик. Между тем поэт-фокусник поклонился и под аплодисменты слушателей сошел с трибуны. У микрофона появился Афанасий. Он откашлялся и произнес. «Дорогие гости ресторана, друзья! Я очень рад, что выступление поэта-фокусника состоялось в моем ресторане. Мне чрезвычайно приятно, что вам, уважаемый поэт, понравились сказочные котлеты». «И компот!» – прошептал все еще околдованный стихами Страус. «И компот!» – Афанасий будто услышал кота. «Сваренный из райских яблочек и тоже приготовленный по рецепту моего талантливого дедушки. Но мне всегда хотелось самому изобрести рецепт сказочного вкусного блюда. Я не стал больше хранить в тайне секрет сказочных котлет и рассказал его уважаемому поэту фокуснику, потому что недавно изобрел новый сорт котлет и назвал их «Загадочные». Отныне они будут главным секретом в меню нашего ресторана. Я уверена, что мой знаменитый дедушка, изобретатель рецептов, самых вкусных блюд гордился бы мной». Гости захлопали в ладоши. «Как трогательно, как трогательно!» – высморкался в занавеску Страус. «А еще я хотел бы сказать большое спасибо всем, кто переживал за мои успехи, а в особенности таинственные незнакомки – Леостре, Ту-ту. «Наша всегда пожалуйста!» – лев отвесил поклон в сторону трибуны, где стоял Афанасий. Тунгус и Тузик и Страус недоуменно посмотрели на интуриста. Лео хитро улыбнулся. «Разрешите вам ознакомить дружку с дружкой?» Кот показал лапы на себя, затем на Страуса, потом на песика и будто считалочку произнес «Лео-стра-ту-ту». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова